Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Новичихе отремонтировали крышу спортшколы. Как район справился с последствиями мартовского урагана? Одним долгостроем должно стать меньше. Власти помогают ускорить вот дома Насухова. Игра, которую ждали год. Чем закончилась встреча футболистов «Динамо» и «Темпо» и взят ли реванш? Но в начале число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести. В больнице Барнаула умерла женщина. И в настоящее время в краевой столице на лечении остается один пациент. Напомним, 27 июля в селе Тюньгур Усть-Коксинского района Республики Алтай частный вертолет Ми-8 потерпел крушение при посадке. На борту находилось 16 человек, 13 из которых туристы, а еще три члена экипажа. В результате ЧП погибло четверо туристов. Часть пострадавших оставили в больнице Республики Алтай, троих отправили в Барнаул. Позже стало известно, что в краевой столице умерла туристка, которая получила ожоги 90% тела. Она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. И вот скончалась еще одна пассажирка. Сейчас на лечении в Барнауле остается мужчина. Его состояние медики оценивают как стабильное. В Новичихинском районе отремонтировали крышу в спортивной школе. Напомним, в марте кровлю сорвало ураганом. О том, как район справился с последствиями стихии и повлиял ли как-то ремонт на подготовку к соревнованиям, расскажет Ирина Корчагина. Вот это да! Все доски, е-мое, вся крыша. Это утро жители Новичихинского района запомнили надолго. В марте во время урагана со спортивной школы сорвало крышу. Чудом никто не пострадал. Кровлю сделали, кровлю новую в прошлом году. Ну и никто не думал, не гадал. Вообще розовый ветров, вот парапет удаляет. Она зашла, вот этот ураган зашел сбоку, подхватил. И вместе со стропилами, там шестерка проволок в шести местах была скручена, как нитки порвала. И ее кинуло вот туда, на трассу. Весной Виктор Томенко потребовал ускорить восстановление социальных объектов, пострадавших от стихии. Дело в том, что в тот день в Новичихе также пострадала крыша многоквартирного дома. А в Тюменцевском районе снесло кровлю со здания детского сада. По словам губернатора, край держит на контроле ликвидацию последствий всех ЧП в регионе. Так накануне Виктор Томенко проверил, как в Новичихинском районе отремонтировали спортивную школу. Районные власти заверяют, этой крыше никакой ветер не страшен. Мощное все здесь сделано, теперь по проекту, я думаю, будет стоять на века. Хорошо, мы справились с аварийной ситуацией. Комплекс хороший, и внутри очень комфортно. И можно действительно какие-то окружные соревнования принимать. Также в этом году в школе обновили трибуны. Деревянные сидения заменили на более удобные. Под ремонт попало и административное здание, в котором находится судейская и раздевалки. Всего вложено около двух миллионов рублей. Кстати, во время ремонта крыши в школе удалось устроить процесс таким образом, чтобы не срывать тренировки и быть в форме перед соревнованиями. Сегодня здесь готовы принимать даже юных спортсменов из других районов. Ирина Корчагина, День с толком. Платят за ипотеку и съем жилья, хотя их дом должны были сдать несколько лет назад. В Барнауле за свои права борются дольщики-многоэтажки на улице Сухова. При том, что сам дом давно построен, но не сдан. Для решения проблемы к ситуации подключилась администрация города. На чем остановился процесс и как его запустить вновь, расскажут мои коллеги. Современная новостройка на Петра Сухова. Этот дом начал расти в 2016 году. Тогда еще с привлечением средств участников долевого строительства. Получить квартиру здесь мечтала и Юлия. В конце 2021-го ее семья оформила ипотеку. У нас трехкомнатная квартира. У нас произошло пополнение в семье. Мы рассчитывали, чтобы у ребенка была своя комната. Мы были в своей квартире, нас все устраивает. То есть там уже все действительно, заходи и делай ремонт. Однако есть большое «но». По плану у нас дом готов на 99%. В принципе, мы можем заехать и там уже жить. Но препятствие всему – это наша подземная парковка. Так как вход в квартиры осуществляется с крыши парковки. Она сейчас находится на уровне котлована. Строительство застопорилось на этапе парковки. И в таком состоянии объект находится уже долгое время. Попасть в дом можно только по лестнице с внешней стороны здания, через чужую квартиру. Жильцы постоянно интересуются, почему процесс не движется. Мы платим ипотеку, живем на съемном квартире с детьми. То есть это как бы очень тяжело. У нас плачешь 50 тысяч и в месяц. И не мы одни такие. То есть нас много таких, кто снимает, кто платит ипотеки. Но дела, они идут, но очень медленно. И вроде застройщик обещает, что срок я не принесу. Но у нас август наступил. Он обещал, что вот в июне после 21-го, ну как бы, пустит две бригады. То есть все будем делать, строить. И вот сейчас еще там нет до сих пор работы. Мы в отчаянии, мы просим помощи. В поисках помощи люди обратились в администрацию Барнаула. Специалисты выступили посредниками и уже провели несколько совещаний с участием дольщиков и застройщика. Компания не скрывает, проблемы есть. И главное – недостаток средств. Мы вложили в эту парковку, из-за которой не можем дом создать. 50 там один или 53 миллиона. И выдохлись, деньги кончились. Учитывая то, что у нас там судебное дело, такая фирма есть. Мы ему предоплату делали за пластикрок. Но он не заплатил тот же денег. Украутом 45 миллионов почти. Ну и проектную документацию получили абсолютно недавно. Делали очень долго ее. И вот тогда у нас появится возможность регистрировать, парковочные места продавать. Это опять выкат на деньги. Парковочных мест больше сотни. Плюс, по словам застройщика, они занимаются продажей помещений в самом доме. А еще воспользуются рекомендации от города, которую сотрудники администрации озвучили во время совместных встреч. По инициативе администрации города Барнаула 25.07.2023 состоялось совещание с представителями Союза строительства. По итогам совещания, застройщику рекомендовано подать заявление в саморегулируемую организацию для возможного варианта финансирования завершения строительства многоквартирного дома. По словам застройщика, он уже оформляет заем в организации и микрокредит до 10 миллионов рублей. После всех этих процедур компания выплатит сотрудникам долги по зарплате и через неделю переведет их на вактовый метод работы. Дом должны сдать в конце октября. Анастасия Дороган, Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Бийске молодой инвалид-колясочник не может проживать в квартире, предоставленной по договору социального найма. Дом не приспособлен для таких жильцов, как он. Мои коллеги разбирались, какие альтернативы предлагают ему чиновники. Четыре года назад Дмитрия Пересумкина сбросили с балкона четвертого этажа. В результате молодой человек оказался в инвалидной коляске. Операция, лечение, долгие месяцы реабилитации. Тяжелые испытания не сломили парня, а лишь закалили характер. Теперь он борется не только за свое здоровье, но и за возможность жить в комфортных условиях. Это мое жилье, которое, получается, не приспособлено для колясочников. Предоставила мне, получается, администрация. И все это, то есть неудобно вообще туда заходить или как-то добираться. Действительно, в жилье, предоставленное Дмитрию администрацией города по договору социального найма, добраться самостоятельно невозможно. Однокомнатная квартира находится в одном из знаменитых спековских домов. Пять ступеней для человека на коляске становятся непреодолимым препятствием. Самостоятельно я бы здесь никак не прожил, потому что вот у меня не лестница, а зимой здесь толком ничего не чистят, все в сугробах. И заниматься здесь невозможно, потому что квадратура, она очень маленькая. Тут коляску поставишь, и все, то есть где заниматься негде. Также вот, получается, здесь брат ко мне приезжал, приходилось ванну меня таскать, потому что, ну, там неудобно заезжать вообще от слова совсем. Все, я приехал. Все. Получается, ничего не приспособлено. Дмитрий Пересумкин вынужден снимать квартиру, где есть удобные заезды, а также возможность подниматься на лифте с первого этажа. Но на комфорт приходится тратить значительную сумму из пенсии. Единственным близким человеком после смерти матери для Дмитрия стал его родной дядя Алексей, который переехал в Бийск из другого города, чтобы помогать племяннику. И ни одного дня не пропускаюсь с ним. Утром сюда, вечером домой. Отдыхаю, когда он только на реабилитации ездить. Ну, я сказал, в обиду не дам, говорю, и так буду добиваться дальше. Все, что могу, все, что в моих силах. Вот вопрос по жилью мы стали. Они, как бы, это отписываются, что пенсия большая. Они не могут признать его малоимущим. Я им поясняю, говорю, вы уже, нуждающимся в жилье, вы его уже признали. Вы ему предоставили жилье по соц. найму, и он не может вам писать повторно это заявление, так как у вас есть договор с ним. У вас теперь только надо признать его малоимущим. Все, дальше выселить они его не могут. По словам Дмитрия и его дяди, специалисты администрации города предлагали инвалиду-колясочнику другое жилье, условие в котором гораздо хуже, чем в спековском доме, а также переселение в дом-интернат. На такие варианты дядя и племянник не согласны и пытаются с помощью суда отстаивать свои права. Бывает черная полоса, ну а что теперь сделаешь? Вот черная полоса с квартиры. Ну, добиваемся, делаем, а что надо в любом случае. Дальше стучать в эти двери, лишь бы все дали. Все это по сути есть. Это как бы говорят нету-нету, а все это есть. У нас, не знаю, ну не может такого быть. Дома строятся, все строится, как будто ничего нету, да, ну не поверю такое. Специалисты администрации Бийска отмечают, цитируем. На сегодняшний день в распоряжении администрации города нет свободных жилых помещений, пригодных для проживания инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Пересумкин Дмитрий Андреевич не признан малоимущим гражданином, а это главное условие для постановки в очередь на обеспечение жильем. В этом месяце Дмитрия и Алексея Пересумкиных ждет суд, где им предстоит доказать свое родство. И лишь после положительного решения они смогут претендовать на улучшение жилищных условий. На данный момент к истории Пересумкиных подключились Следственный комитет и прокуратура. Проводятся проверки, соблюдение жилищного законодательства и социальных прав инвалида. Дарья Федоркина, Илья Питков, Андрей Сегаев. День с толком. Больше 2,5 тысяч тонн арбузов, поступивших в Сибирь, оформили таможенники с начала года. Треть от этого количества на территорию региона возят алтайские предприниматели, остальное – красноярские. Основная страна-поставщик – Узбекистан, но также встречаются арбузы из Казахстана, Киргизии, Таиланда, Таджикистана. Поставки с последней страны по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли в 10 раз. Добавим, что фрукты и овощи, а они составляют 63%. От объема ввоза всего продовольствия в Сибирь привозят из 17 стран. Поставки продовольствия в СВО с начала года выросли на 20%. Уже год в России подписан закон о штрафах за выброс мусора из машин. Но до сих пор мало кто знает, что за такое правонарушение, если, конечно, его кто-то зафиксирует, положено наказание от 10 до 200 тысяч рублей. Возможно, поэтому бутылки, окурки и мусор посерьезнее продолжают лететь из автомобилей на обочины дорог в лесные зеленые зоны. Так штрафуют ли и есть ли шанс, что мусор из авто в России и Барнауле выбрасывать перестанут, выясняли наши корреспонденты. В случае бывали, да, едешь и смотришь, какая-нибудь машина, даже вот моих коллег в такси едет с каким-нибудь там, допустим, пассажиром неадекватным, который, видать, допивает свой там напиток и выкидывает в окошко. Так охота остановить или догнать и вернуть то, что он потерял. Когда потерянного на обочинах и в лесных массивах стало много, тогда и был принят закон за подобные деяния наказывать рублем. От 10 до 15 тысяч физические лица, юридические от 30 до 50. А если нарушения зафиксируют повторно, то и вовсе юрлицо можно оштрафовать на 200 тысяч рублей с конфискацией авто. По данным статистики Барнаульской автоинспекции, в прошлом году в городе было составлено 192 административных материала. В этом уже 65. Но мусор из машин как выбрасывали, так и продолжают выбрасывать. Мы очень часто по ходу выходного дня ходим. И бывает, что прямо на обочинах, так же свалка мусора. Либо кто-то приехал отдыхать, отдохнули, сели в машину. Это все в лучшем случае в пакеты, в худшем случае просто так. Разбросали, поехали дальше. Ольга и остальные неравнодушные этот мусор собирают и отмечают, меньше его не становится. Когда закон в прошлом году вступил в силу, то предполагалось, что в местах, где часто мусорят, установят фотоловушки. В настоящее время камер, фото-видео фиксации, которые бы фиксировали нарушения выброса мусора, в городе Барнауле, Алтайском крае нет. Те камеры, которые установлены у нас на улицах, они фиксируют нарушение правил дорожного движения. И все уже административные нарушения за выброс мусора из машин выписывают. Автоинспекторы говорят, неравнодушные горожане. Факты правонарушений снимают на видео и присылают в ГИБДД. Но барнаульцы уверены, большинство нарушающих закон остаются безнаказанными. Вообще нужно штрафовать. Пока у нас не начнут штрафовать, пока не начнут наказывать, мне кажется, с места не сдвинется. Если будут штрафовать, если будет это показано, рассказано, доступно донесено, возможно, кто-то задумается, а стоит ли. Было бы хорошо, если бы достаточно видеорегистратора и какой-нибудь сайт, куда бы можно было это выложить, чтобы наказать человека, который на самом деле ведет себя неадекватно на дороге и в отношении природы. А своим коллегам-таксистам Сергей дал такую рекомендацию. Ее, конечно, в законе не пропишешь, но может быть весьма действенной, уверен таксист. Нужно просто высаживать из машин людей, выбрасывающих бутылки или мусор из окон, и заставлять поднимать его. Говорит, в другой раз клиент явно задумается, прежде чем что-то выбросить на обочину или в лес. Татьяна Голубева, Анастасия Бертенева, Владислав Ковалев. День с толком. Я живу и работаю в России. В честь предстоящего дня российского флага 22 августа в Алтайском крае запустили челлендж публиковать короткие ролики в социальных сетях до 20 числа. Инициатором челленджа стала сибирская медиагруппа. Видео записал и генеральный директор медиахолдинга Андрей Абрамов. Меня зовут Андрей. Я руководитель медиахолдинга. И я живу в России. Чтобы принять участие в челлендже, а мои коллеги делают это активно, нужно записать короткое видео, назвать в нем свое имя, профессию и в конце фразу «Я живу в России». Напомню, что видео нужно опубликовать в соцсетях до 20 августа, а к самому празднику, дню государственного флага, из всех роликов смонтируют «Единый». Меня зовут Данил. Я работаю моушн-дизайнером и живу в России. И к новостям спорта. Почти 6 тысяч болельщиков собрал матч между барнаульскими футбольными командами «Динамо» и «Темп». Это огромные цифры. Внимание к этой встрече подогревали целый год с тех пор, как любительский «Темп» обыграл профессионально «Динамо» прошлым летом. Поэтому белоголубые готовились к этой игре как реваншу. Состоялся ли он и кто перенервничал больше, знает Дмитрий Дроздов. Выбил мяч. Сычев против него Осипов. Сычев бежит вперед. Сычев забивать можно. Сычев! 2-0! Это кадры прошлогоднего розыгрыша Кубка России, где «Темп» сенсационно переиграл «Динамо» Барнаул. 2-1. Это выражение мы очень тяжело восприняли. Если честно, прям просто хотелось спрятаться, никуда не выходить на улицу. Немножко обидно было, что в том году по ушам, грубо говоря, нам хлопнули. В этом году надо было отквитать этот должок. Год спустя на старте крупнейшего турнира страны Кубка России «Темп» вновь встречается с «Динамо» Барнаул. А это шансы взять реванш и ответить недоброжелателям, которые целый год говорят, что профессиональное «Динамо» не смогло выиграть у любительской команды. Но кто в составе «Темпа»? Те же белоголубые и спортсмены, прошедшие разные футбольные школы. «Темп» – почти команда профессионалов. Соперники практически равносильные. Оттого и внимание к игре огромное. Я, если честно, практически в полуобморочном состоянии от организации мероприятия. Поэтому, может быть, мне это немножко помогает не волноваться и пока не думать о футболе непосредственно. Стартовый свисток все ближе, мест на трибунах все меньше. По подсчетам, болельщиков было около 6 тысяч. Не часто приходится играть при заполненных трибунах. Что «Динамо», что тем более «Темпу». Именно вот чтобы такое количество людей у меня нет. Как само с вами справлялся? Насколько это давило? Да спокойно, кстати. Не знаю, никак не давило. Наоборот, приятно. Мысли у игроков «Темпа» были только о победе. А у белоголубых еще и внутренняя задача – доказать, что прошлогодний матч был недоразумением. И не превратить это в традицию. В первом тайме зрители голов не увидели, а вот во втором отрезке «Динамовцы» взяли игру под себя. Забили первыми и через 14 минут удвоили преимущества. Причем этот момент поединка на вашем странице? Ну, первый забитый гол. То есть вы уже тогда понимали, что все не отдадите игру всего? Ну, в принципе, да. Результат вполне закономерен, я считаю. Еще раз говорю, кубковый матч удался. А в добавленное время точку поставил только что вышедший на поле Алексей Гришаков. 3-0. Реванш взят. Конечно, обидно. Немножко сил не хватило. Позавчера игра была. К сожалению, не получилось ее перенести. Не знаю, по каким причинам. Но ребята к середине второго тайма подсели немножко физически. Поэтому тяжеловато было. Вы знаете, биткоин тоже не сразу вырос. Поэтому работать надо, работать. Но у нас есть философия в нашем клубе. Мы от нее не отходим. И мы будем продолжать дальше эту философию. Она состоит в том, что играть красиво, играть для болельщиков, создавать множество моментов, играть комбинационный футбол. И не бояться. Самое главное, не бояться, не делать бездумных передач. Теперь Барнаульская «Динамо» вышла во второй отборочный раунд Кубка России, где встретится со спортсменами из Новосибирска. По предварительным данным, матч пройдет в Барнауле в конце августа. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.